МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Метеорологическая весна вот-вот наступает и уже радует нас своим приходом. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Сегодня тема весны и природы – одна из основных в нашей программе. Мы расскажем много интересного. У нас создалась за эти 200 лет так называемая Казанская метеорологическая школа. Она признана. Главные предсказатели погоды. Как метеорологи отмечают свой профессиональный праздник. Абитуриенты-высокобальники в любом случае будут зачислены на бюджет именно на то направление, которое они выбрали в рамках своего заявления. Весенний призыв. С чего началась приемная кампания в КФУ? Генетические расследования, как в криминалистике, чтобы показать, где пациент подхватил вирус. Источник заражения. Какое исследование казанских ученых поможет бороться с мышиной лихорадкой? Всемирный метеорологический день отмечается в марте. Этот профессиональный праздник особо значим для сотрудников Казанского федерального университета. Ведь здесь находится одна из старейших школ отечественной метеослужбы. В этом году кафедра метеорологии и климатологии, а также экологии, атмосферы КФУ отмечает свое столетие. Метеорологическая обсерватория Казанского университета – одна из старейших в России. Непрерывные наблюдения ведутся учеными с 1812 года. Кстати, большое внимание развитию метеорологии в университете уделял Николай Лобачевский. В 1828 году, благодаря усилиям ректора Лобачевского и профессора физики Купфера, во дворе университета был построен для метеорологических наблюдений небольшой павильон. Здесь проводились наблюдения над температурой и давлением воздуха. А уже спустя три года в Ботаническом саду университета в Архангельской Слободе была построена метеорологическая обсерватория по образцу станций, относившихся к сети Академии наук. Тогда и начинается новый этап в развитии метеорологических наблюдений в Казани. Наблюдения стали более точными и полными. Как сейчас работают метеорологи Казани. Оказывается, в 1991 году, 23 марта, температура была плюс 8-70 градусов. А мы говорим о глобальном потеплении. Глобальное потепление в Казани началось гораздо раньше. Больше 130 лет назад. Тогда, по словам профессора кафедры метеорологии Юрия Переведенцева, могло начаться глобальное потепление. Сегодня эти данные можно узнать в архиве кафедры. Здесь хранятся записи с момента первых метеонаблюдений в Казанском, тогда еще Императорском университете. Очень давняя история. Кто их ввел? Вместо Казань широта указана, долгота указана наблюдателя. Велись метеорологические наблюдения за температурой, за атмосферными осадками, скоростью ветра, явлениями. Все данные заносились в бумажной таблице. Сегодня технологии изменились. И вместо бумажных таблиц используется техника. Данные того же дня, 23 марта, только уже спустя 130 лет, можно посмотреть в электронном виде. Данные вот этих наблюдений заносятся на сайт КФО. Значения текущей погоды, температура, средняя скорость ветра, порывы, направления – все основные метеорологические величины. И помимо этого отмечаются рекордные показатели. Измерения метеорологической обсерватории делаются каждые три часа. Вот минимальная была в 1942 году, минус 22,8. Это именно в этот день и в этот, ну в этот день. Максимальная температура была в 2014, не так давно. Фиксируются рекорды не только по температуре, но и по осадкам. Краткое описание погоды в течение месяца и среднемесячные показатели. Конечно, возможностей стало больше. Но Казанская метеорологическая школа всегда занимала высокие позиции. Первая метеостанция в Казани, всего их было основано более 20, была открыта летом 1733 года академиками, участниками Великой Северной экспедиции. Действительно, метеорология в Казанском университете имеет огромную историю. Даже не было Казанского университета, а уже в 1734 году проходила экспедиция Беринга, которая открывала Камчатку. Свой маршрут держали через Казань, Нижний Новый, Казань, Томск, дальше Иркутск и дальше как раз Камчатка. Как раз нужно было доказать, что Америка и Азия разделены между собой проливом. Это они сделали в свое время. Но по пути они делились своими метеорологическими приборами Казани. Они сумели организовать метеонаблюдение под руководством учителя местной семинарии Семена Куницына, который эти наблюдения проводил в течение 10 лет. Но по-настоящему, как говорит профессор кафедры Юрий Переведенцев, метеорология в Казанском университете возникла в 1812 году. Тогда и была создана метеорологическая обсерватория. Открылась она под руководством профессора физики Бронера. Работали долгое время, затем профессор Кнор, Лобачевский. Николай Лобачевский первым в России выдвинул идею измерения температуры почвы. Так, для наблюдения на месте библиотеки Казанского университета была вырота шахта глубиной 33 метра. Мы уже имеем, по сути дела, архив данных с 1719 года, то есть более 200 лет. Это очень важно. Почему? Потому что Казань, Казанский университет является один из старейших университетов России. И, безусловно, метеорология, тоже метеорологическая дистанция, является третьей по возрасту в России. Первый Санкт-Петербург, второй Москва, и третий наш. Мы можем следить и за малым ледниковым периодом, и за глобальным потеплением, и за волнами тепла и холода, которые были в начале 20 века. Три века. Три века. Занимались в начале метеорологией физики. Среди них академик Купфер. Он же является основателем главной физической обсерватории России. С него начались и гидромедслужбы страны. В 1923 году профессор Ульянин основал кафедру геофизики на физико-математическом факультете для наблюдения за магнитными и метеорологическими полями, а также для подготовки кадров. Так появилась старейшая кафедра. Сегодня ей ровно 100 лет. Метеорологическая сеть стала развиваться по всей России, по территории, а специалистов не было. В нашей республике была создана метеорологическая служба. Она сейчас называется управлением по гидрометеорологии Республики Татарстан. А началась она по инициативе, опять хочу подчеркнуть, профессоров и студентов Казанского университета. Основателем вот этой службы гидрометеорологической в России, то есть, извиняюсь, в республике, был профессор Смоляков Петр Трофимович. И началась развиваться, особенно в тот период, как раз это 30-е годы, авиация. И вот для авиации нужны были постоянно специалисты. Метеорологические данные необходимы для многих областей. Сельское хозяйство, градостроительная область, судоходная и авиационная. А также для здоровья человека. Так как перепады метеовеличин сказываются на состоянии людей с ослабленным здоровьем. Ну и, конечно, для прогноза погоды. Нужна информация и текущая, и прогностическая. То есть, любую отрасль возьмите транспорт, любую отрасль возьмете городское хозяйство. Везде нужна метеорологическая информация и климатическая. И особенно ценный, конечно, прогноз. Прогнозы сейчас делаются с помощью очень совершенных моделей. По словам Юрия Переведенцева, студент, будущий метеоролог, должен иметь качество исследователя, исследователя природы, уметь наблюдать за ее динамикой и связывать с разными факторами. И, конечно, необходим большой кругозор. Наблюдательность, я считаю, аккуратность, безусловно, нужна в этих делах. И частность определенная. И прогноз погоды – это дело сложное. В Казанской обсерватории уже работают такие студенты. Кристина Данилова и Оскар Тихонов учатся на втором курсе гидрометеорологии. Уже сейчас они набирают опыт работы и могут сами рассказать о важности профессии. Я считаю, что в нашей профессии очень важна дисциплина. Ни в коем случае не опаздывать на сроки наблюдения, выходить вовремя. А также хорошая память, ничего не забывать. Без понимания того, когда будут дожди, какая будет температура и все проще, не получится предсказать, как вырастет урожай. В аэропортах тоже используется, потому что самолетам надо же летать в летную погоду. В шторм же их не отправишь, поэтому тоже важно. У нас создалась за эти 200 лет так называемая Казанская метеорологическая школа. Она признана во всей России, в Советском Союзе была признана и так далее. Поэтому у нас есть кому учить, на чем учить и чему учить. Поэтому будем рады молодежи на нашей кафедре. За столетнюю историю к кафедре метеорологии КФУ удалось подготовить около 2000 специалистов. Многие выпускники являются докторами и кандидатами наук, работают за рубежом. Кафедра постоянно участвует в конференциях и традиционно проводит ее в честь профессионального праздника. Но есть и неформальная традиция празднования. Ну а если вот, так сказать, по семейному, ну вот надо, ну чай попьем. Вот сегодня часа в два, мы постараемся собраться, своим коллективом пригласили ветеранов, что очень важно, которые работают у нас долгое время, но сейчас они на пенсии. Вот мы их приглашаем к себе, вот, с тем, чтобы поговорить, как жизнь идет и так далее, пообщаться вместе. То есть, таких больших салютов не делаем, прямо скажу, ну вот так вот скромно, так сказать, но тем не менее упоминаем. Метеорологическая обсерватория КФУ по возрасту занимает третье место в России, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Более 200 лет она является базой проведения учебной практики студентов, а кафедры метеорологии продолжают выполнять одну из самых главных задач – выпуск как можно больше хороших специалистов. Эльвина Минабудзинова, Никита Акиншин, КФУ «Итоги недели». Весна – горячая пора и для выпускников. С 20 марта в России стартовал досрочный период единого государственного экзамена. Основной период начнется 26 мая и завершится 1 июля. На старте и отечественные вузы. Все они уже активно ведут информационную работу со школьниками и обучающимися среднеспециальных заведений. Проходят дни открытых дверей, олимпиады, конференции, победы, в которых дают дополнительные баллы при поступлении. Официальная приемная кампания в Казанском федеральном университете началась с 1 марта, пока для иностранных студентов. Также начат прием заявлений от граждан России, желающих обучаться на программах магистратуры. Но работа и по другим направлениям идет круглогодично. Помимо того, что все подразделения университета проводят ознакомительные акции для всех желающих узнать про обучение в каждом из институтов, приемная комиссия КФУ готовится к основной работе, начале кампании и встрече с российскими абитуриентами. Об основных критериях и нововведениях поступления нам расскажет ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Александр Бибек. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Добрый день. Горячая пора у нас у выпускников настает, впереди экзамены по ЕГЭ, затем уже тот ответственный выбор университета. В этом контексте хотелось бы с вами поговорить на тему изменений в этом году в рамках приемной кампании. Понятно, что все сейчас тяжело перечислить изменения, но основные, что нужно знать обязательно абитуриентам? Ну, наверное, говорить с нынешним абитуриентом об изменениях будет не совсем верно, потому что абитуриенты этого года впервые вступают в приемную кампанию, и для них это приемная кампания нова. Ну, а с теми, кто уже знаком с приемной кампанией, мы, конечно же, озвучим ключевые моменты и отличия от предыдущих лет. И, соответственно, озвучим моменты, которые ждут абитуриентов в этом году в плане подачи документов, возможно, каких-то сложностей, которые возникнут у них на пути по поступлению в ВУЗ. Какие сложности-то? Мы ежегодно модернизируем механизмы по приему, мы улучшаем структуру подачи документов, мы улучшаем, в принципе, механизмы взаимодействия с нынешним абитуриентом в рамках профориенционных мероприятий, в рамках ведения через приемную кампанию. И вот уже 20 июня приемной кампанией по всей стране распахнула свои двери, в том числе приемная комиссия Казанского федерального университета. Очно мы будем находиться по адресу Кремлевская, 35. Это мраморный зал, так называемый Ленинский зал. Будет застроена сама структура приема документов. Будут консультативные зоны, будут зоны для заполнения анкеты, если возникнут сложности с заполнением дома. Но все же мы ориентируем абитуриентов этого года и уже ориентировали абитуриентов предыдущих лет к заполнению личного кабинета и подаче заявлений через онлайн-механизмы. Это через платформу «Буду студентом Казанского федерального университета» либо через портал государственных услуг, воспользовавшись сервисом «Поступи в ВУЗ онлайн». Этот проект, конечно, находится еще на стадии пилотной разработки, но он длится уже более четырех лет, поэтому механизмы совершенствуются, он улучшается. И если кто-то слышал что-то негативное относительно прошлого года, то, конечно, и наш учредитель, и разработчики идеи портала эти сложности в этом году уже устранили. То есть, пилотный проект в любом случае возникают сложности и шероховатости, и с каждым годом их все меньше и меньше, и вот уже проект подходит к стадии завершения и перетекает в оперативную деятельность. Поэтому с этого года можно не бояться и подавать документы через портал государственных услуг, и мы тоже ориентируем абитуриентов к этому. А есть ли какие-то изменения по части, касающиеся оригиналов документов? Потому что я помню, что в предыдущие годы были различные изменения, и вот на этот раз. Да. Что касается не только оригинала, а в целом подачи документов, на этапе подачи заявления вам потребуется предоставить лишь образы документов. То есть, заполняя личный кабинет-анкету, вы предоставляете нам сканы ваших документов, которые мы проверяем через механизмы Рособранадзора о соответствии выданного номера аттестата и предоставленного аттестата, заполненного номера аттестата в анкете и приложенного образа документа. Но образ документа я называю это копией, то есть скан-копия обычная. Заполняя анкету, анкета проведет вас мягко через все процедуры, начиная от сбора данных о самом абитуриенте, заканчивая вкладкой финальной выбор направления, вернее предфинальной выбор направления, где абитуриенту будут доступны к выбору уже только те направления, которые ему на самом деле доступны и на которые он имеет право поступать. Если был выбран документ об образовании школьный аттестат, то, соответственно, не будут даны магистрские программы. Если это школьник-выпускник, то, соответственно, будут требоваться результаты ЕГЭ. И выгрузка результатов ЕГЭ у нас происходит тоже автоматически. Мы взаимодействуем с платформой физгии ЕГЭ и приема. Выгрузка результатов ЕГЭ по кнопке в личном кабинете, то есть абитуриент этого не пропустит. Мы старались составить кабинет таким образом, чтобы его заполнение заняло не более 15-20 минут и в целом комфортно довести до финала, то есть до подписания самого заявления. Что касается подписания заявления, это происходит тоже у нас на платформе. Подпись первого порядка, простая электронная подпись. Для этого не требуется получение отдельной электронной подписи в МФЦ. Этот механизм взаимодействия возможен только на нашей платформе. То есть в рамках нашей платформы подписывая документы, мы считаем их легитимными, и абитуриент, зарегистрировавшись и пройдя аутентификацию, нажав кнопку подписать, ставит на заявление свою подпись. И в дальнейшем мы не требуем никакого бумажного носителя. И по сути абитуриенты, которые посетят наше приемное пространство, документы и заявления с живой подписью они тоже не получат. Они все будут доступны в рамках личного кабинета. Ну конечно, если абитуриенты будет желание взять и распечатать, мы не будем препятствовать. Их можно скачать, распечатать, это доступные файлы. Это что касается подачи документов. Что касается оригинала документа об образовании, вы в начале вопроса озвучили. Если сравнивать с приемной кампанией предыдущего года, то для зачисления на то или иное направление требовалось подать согласие о зачислении на это направление в рамках конкурсной группы и предоставить оригинал документа об образовании в ВУЗ. Либо на портале госуслуг поставить отметку о том, что вы обязуетесь предоставить оригинал документа об образовании в ВУЗ в течение первого года обучения. В этом году механизм согласия, мы с ним прощаемся, это гораздо упрощает процедуру зачисления для самих абитуриентов, потому что вступает в силу механизм приоритеризации. При выборе направлений абитуриент сам расставляет порядок и приоритет направлений, на которые он планирует быть зачисленным. То есть, допустим, если мы возьмем институт, ну, большой институт, давайте институт педагогического образования и психологии, то мы будем считать, что абитуриент хочет поступить на психологию в первую очередь, затем он рассматривает поступление на педагогическое направление, и в третью очередь уже рассматривает, ну, возможно, какое-то заочное обучение в рамках бюджета. Понятно, и дальше будет система просто проходит, если он... Да, если абитуриент, вернее, ВУЗ сначала рассматривает его в рамках его первого приоритета, если абитуриент в своем первом приоритете не проходит, то ВУЗ опускает его до второго приоритета, рассматривает его в этом конкурсе, если абитуриент и в этом конкурсе не проходит, опускает до третьего. И таким образом абитуриенты-высокобальники в любом случае будут зачислены на бюджет именно на то направление, которое они выбрали в рамках своего заявления. Поэтому абитуриенту самое важное, вернее одно из важных, грамотно совершить подбор направлений, грамотно расставить направление в рамках приоритета зачисления, это абитуриент сможет сделать с 20 июня по 25 июля. 25 июля это последний день приема заявлений. Как раз и в заявлении указывается выбор направлений и формат приоритетизации. Что касается зачисления, для того, чтобы быть зачисленным, требуется подать оригинал документа в ВУЗ, либо на портале госуслуг поставить отметку о том, что он обязуется предоставить оригинал в течение первого года обучения. Одновременно сделать то и то не получится. То есть, ну, как бы немножко обмануть систему, отдать оригинал в один ВУЗ, на госуслугах поставить... Но его не примут просто. Да, его просто не примут в другом ВУЗе, потому что регламент ответа и взаимодействия с темой суперсервиса в этом году настолько жесткий, что отметка ставится практически моментально. Как только вы передали в руки технического секретаря оригинал, ВУЗ сразу же ставит отметку, что оригинал принят, и на портале госуслуг появляется соответствующая запись, и вы не сможете поставить оригинал в другом ВУЗе. Это вот что касается оригинала, приоритетов и зачисления. И как раз я начал говорить о том, что для абитуриента возникнет такой сложный выбор о том, какие же все-таки направления включить в свое заявление и все-таки грамотно распределить те конкурсы, в которых он хочет участвовать. И стараться не выбирать лишние направления, потому что может случиться так, что абитуриент опустится до самого последнего своего приоритета. И есть направления, где конкурс несколько ниже, чем в других направлениях, и он в любом случае будет зачислен на бюджет. Процедура отчисления довольно-таки сложна, то есть абитуриент может попасть в такую небольшую коллизию документальную, потому что ВУЗ в любом случае издаст приказ о зачислении. У меня один только вопрос остался, спасибо за подробный ответ. А вот эта система приоритетов с университетами не работает, например, этот университет для меня не работает. Это, я думаю, что уже следующий этап развития в целом поступления и механизмов зачисления в стране. Правильно будет масштабировать модель дальше на ВУЗы, когда уже приоритеризация работает не только в рамках одного ВУЗа. Вы правильно заметили, что это работает в рамках одного ВУЗа. То есть в каждом ВУЗе нужно будет подать заявление и расставить там направление в рамках приоритетов каждого ВУЗа. Выбрать в этом году ВУЗа для поступления можно в количестве пяти штук. То есть это пять ВУЗов, и в рамках каждого ВУЗа нужно подать свое заявление, в том числе и на портале государственных услуг. Что касается количества выбранных направлений, многие ВУЗы принимают пять направлений к выбору. Мы же ограничили выбор направлений четырьмя. На самом деле четыре – это немаленькая цифра, потому что направление мы считаем само направление циферным. То есть, допустим, если мы возьмем педагогическое образование. Педагогическое образование есть у нас в каждом институте практически. И педагогическое образование и является одним направлением. И, по сути, абитуриент, выбрав педагогическое образование, может подать заявление в 15 конкурсных групп, выбрав разные институты для педагогов. Но так делать не нужно. Нужно все-таки, вот именно сейчас наставление для наших абитуриентов, которые будут вступать в приемную кампанию, – это грамотно определить дальнейший свой путь профессионального развития. В дальнейшем это поможет вам при прохождении приемной кампании. И мы видим то, что ребята, которые больше подготовлены и больше знают о той профессии, к которой они хотят вступить для дальнейшей работы, потому что вуз же – это подготовка к дальнейшей взрослой жизни и работе, то есть одна из первых ступеней. И вот к этому выбору нужно подойти грамотно для того, чтобы ваш выбор был верным. А чтобы выбор был верным, нужно, наверное, посещать Дни открытых дверей, напрямую общаться с институтом, в который планируете поступить, обращаться в приемную комиссию за консультацией и разъяснением, какие направления, за что отвечают, где возможно будет проходить отработка, где возможно будет проходить практика, кем можно устроиться и так далее. То есть это плотное взаимодействие с вузом до начала приемной кампании, до подачи документов. С графиком Дни открытых дверей можно ознакомиться на сайте приемной комиссии. В любой институт можно в любой момент позвонить, там всегда возьмут трубку, проконсультируют. Ну а про приемную комиссию уже началась горячая пора, у нас уже работают все телефоны. Ну пока еще не в круглосуточном режиме, но вполне в боевом, поэтому на любой вопрос абитуриент сможет найти ответ, не стесняясь, можно звонить, задавать вопросы, даже если они где-то покажутся глупыми, либо абитуриент постесняется что-то. Ни в коем случае лучше не стесняться, задать вопрос, пусть он и покажется глупым, пусть он и покажется простым, но тем не менее получить ответ до вхождения в приемную кампанию будет гораздо полезнее. Большое спасибо за такие подробные ответы. Я думаю, что это даже на повторе можно абитуриентам переслушивать это интервью. Ни одна весна не обходится без открытия дачного сезона, а значит предстоит чистка приусадебного участка, дома встреча с грядками и грызунами. Каждый год от 4 до 8 тысяч садоводов по стране уезжают с участка на машине скорой помощи с диагнозом мышиная лихорадка. Каждый второй грызун – носитель вирусов, которые распространяются через выделение, остаются на лапах и могут месяцами жить в неживых клетках, например, в пыли. Для заражения достаточно одного прикосновения или вдоха. Еще большей опасности подвергаются специалисты, работающие на полях в ангарах. И не всегда понятно, где заразился человек, ведь территории сельхозработ огромные. В Казанском федеральном университете научились определять, где произошло заражение мышиной лихорадкой. Исследования, которые провели ученые OpenLab генные и клеточные технологии Института фундаментальной медицины и Казанского научного исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, позволят выявлять особо опасные районы, в которых высокий риск подхватить вирус с особенно опасными свойствами. Работа выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Каков механизм распознавания и как генетика помогает выявить район заражения? Далее репортажа. Весна – это время, когда растет заболеваемость мышиной лихорадкой. Вина на грызунах. В их организме присутствует патогенная микрофлора – организмы-возбудители инфекционных заболеваний. Вместе с выделениями они попадают в почву. И уже оттуда – на кожный покров человека во время дачных и сельхозработ, отдыха на природе и уличных занятий спортом. Иногда хватает одного вдоха, чтобы возбудители заболеваний попали в организм, проникли в дыхательную систему и кровеносные сосуды. Мышечная лихорадка – это, скажем так, в простой речи называется. На самом деле это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. То есть она, как следует из названия, вызывает повышение температуры лихорадку и очень часто поражают почки. Поэтому и почечный синдром в названии заболевания. То есть у пациента повышается температура, начинаются боли, мышечные боли, боли в области поясницы. При заболевании в первую очередь поражаются почки. При отсутствии медицинской помощи возникает риск внутреннего кровотечения с последующим летальным исходом. Предотвратить заражение хотят ученые Казанского федерального университета вместе с Роспотребнадзором. Сейчас они выявляют, в каких местах риск подхватить вирус с особо опасными свойствами очень высок. Крайне важно и правильно диагностировать заболевание, и проводить различные эпидемиологические мероприятия по снижению риска заражения пациентов. Мышиную лихорадку провоцирует вирус пумала. Он обладает высокой изменчивостью генома. Иными словами, у него есть несколько вариаций. И не все они изучены. Исследованием закономерности появления новых видов вируса пумала на уровне генетики занимается Альберт Трезванов, руководитель лаборатории «Генные и клеточные технологии» и его команда. По словам ученого, изменчивость сегментированного генома вируса обусловлена точечными заменами нуклеотидов – отдельных букв генетического кода. А также это вызвано реассортацией, то есть обменом сегментами – кусками генетического текста между разными геномами вируса. Наиболее интересным результатом наших исследований стал тот факт, что мы нашли, что в разных популяциях мышей циркулируют разные штаммы этого вируса. То есть мыши, они на самом деле достаточно оседлые животные, редко путешествуют на длительное расстояние, живут такими сообществами. И в каждом из таких сообществ по сути своей развивается, циркулирует собственный штамм вируса. Новые варианты пумала еще не были найдены у грызунов в природе. Врачи их выявили только у пациентов. Это позволило ученым определить, где пациенты инфицировались. Также они смогли предсказать наличие в природе новых штаммов вируса. Так, в республике существуют два наиболее вероятных места инфицирования пациентов. Оба они расположены на водоразделе между реками Казанки и Меши. Благодаря этим данным Альберт Трезванов вместе с коллегами в дальнейшем планирует создать карту распространения вируса по всему Татарстану. Наши исследования позволяют проводить такие генетические расследования, как в криминалистике, чтобы показать, где пациент подхватил вирус. В будущем мы будем исследовать, например, тяжесть заболевания, которая возникает в ответ на тот или иной штамм хантавируса. И тогда мы сможем не только определить, где человек заразился, но и предсказать, в каких районах особенно важно проводить эпидемиологические мероприятия, потому что там, например, особо злостный штамм вируса обитает. Ну а для врачей в будущем, если такой метод диагностики внедрить в практику, то когда пациент поступает, и если точно определить, каким штаммом вируса он болен, то врачи могли бы более оптимально подбирать методы лечения, так называемой персонализированной медицины, когда лечится болезнь не у всех одной таблеткой, а индивидуально подбирается метод лечения. Вакцины от мышины лихорадки пока нет. Само лечение занимает около одного-полутора месяцев. Полное избавление организма от возбудителя инфекции и симптомов вируса у людей отмечается лишь спустя полгода. Благодаря ученым Казанского федерального университета в будущем может появиться эффективная вакцина от инфекции. А пока медики рекомендуют проводить комплекс профилактических мероприятий. Например, перед началом сезона тщательно вымыть дачные помещения с применением дезинфицирующих средств. И во время уборки обязательно использовать маски и перчатки. Маргарита Михайлова, Эльвира Замалединова, Никита Акиншин. КФУ. Итоги недели. Во второй части программы также много интересного. В топе среди всех вузов мира. Какие позиции улучшил КФУ в международном рейтинге КУЭС? Царю, великомученику, бессмертному освободителю русских крестьян и славянских народов. Оды освободителю. За что убили императора, отменившего крепостное право в России. Какая же весна без студенческой весны? Фестиваль в КФУ близится к завершению. Каждую неделю в концертном зале комплекса «Уникс» состязаются представители нескольких институтов. Танцы, песни, сценки. Каждый из подразделений старается показать самые лучшие номера. А членам жюри приходится нелегко. Из года в год мастерство выступающих растет. Но на гала, концерт которой запланирован на 19 апреля, отберут самых достойных. Ведь именно им придется в дальнейшем представить Казанский университет на республиканском конкурсе. Кто это будет, узнаем через месяц. О других же событиях недели смотрите в Дайджесте. КФУ поднялся на 40-ю строчку мирового рейтинга по направлению нефтегазовое дело. На этой неделе были опубликованы результаты предметных рейтингов мировых вузов по версии КУЭС. Так, Казанский федеральный университет представлен в рейтинге по 21 предметной области и предмету. КФУ улучшил показатели по ряду предметов и отраслей, продвинувшись на 50 позиций. В рейтингах лингвистика, математика, физика и астрономия, химия, компьютерные науки, социальные науки и управления. Трудоустройство выпускников. Эта тема стала главной на встрече главы Минздрава Татарстана с ординаторами Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Министр акцентировал внимание присутствующих на теме национальных проектов, а обучающиеся смогли задать свои вопросы. Вы для республики Татарстан, для сферы здравоохранения непосторонние люди. Мы достаточно серьезно беспокоимся за ваше трудоустройство и, соответственно, дальше ваше развитие. Зачетная ночь состоялась в КФУ. Гостями 16-й серии научно-популярного проекта «Про наука» стали больше 2000 человек. Они смогли посетить лекции от преподавателей и приглашенных гостей, а также принять участие в интерактивах от институтов. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялась встреча представителей Луганского государственного университета имени Владимира Даля со студентами КФУ. Они рассказали о жизни в Луганске, праздновании Дня Победы и системе образования в Донбассе. Российский рынок онлайн-игр в 2022 году упал на 80% по сравнению с тем, что было годом ранее. Но по итогам 2021 года объем российского рынка онлайн-игр составлял почти 100 миллиардов рублей. Но эксперты считают, что при успешном развитии событий рынок начнет восстанавливаться уже в течение двух-трех лет. Этому поможет развитие программ профильного образования в киберспорте, развитие российских платформ и государственные инвестиции в производство контента. А между тем, организаторы международного чемпионата «Игры будущего», который запланирован в Татарстане, объявили о договоренностях с зарубежными издателями видеоигр. Получить зарубежные лицензии, без которых невозможно проведение киберсостязаний мирового масштаба, помогли партнеры с Востока. Как полагает коммерсант, соглашения достигнуты именно с китайскими компаниями. Напомним, проведение «Игры будущего» в Казани запланировано 2024 год. Их организацию курирует вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Что еще стало предметом обсуждений на этой неделе, мы узнаем из авторской рубрики моего коллеги-соведущего Леонида Толчинского. И снова с вами «Смотрите сами». Хоть происходящее на рынке онлайн-игр, конечно, очень важно, но надо признать, что это уже давно не является точкой прорыва, где формируется основной капитал в IT. Сейчас свой айфон-момент, как это говорят журналисты, возникает в IT у сферы искусственного интеллекта – нейросетей. Мы уже говорили про чат ГПТ-4. Упоминали какие-то генеративные моменты типа нейросети для изображений, миджорни. Решения, которые наверняка будем использовать и сами в своей деятельности. Но сейчас о другом. Одна из крупнейших корпораций мира, Google, решила на неделе презентовать все-таки своего ассистента, аналог чат ГПТ. Назвала его Google Bart. И хоть в него пока не очень просто попасть и не очень просто там зарегистрироваться, мы все-таки смогли попасть в Google Bart и немножечко с ним поиграться. И вот первые впечатления и мысли. Во-первых, сразу видно, когда искусственный интеллект пока еще не интеллект в полном смысле этого слова. Google Bart хорошо это демонстрирует, если сравнивать его с еще зачаточным, но все же искусственным интеллектом от чат ГПТ. Он ведет себя как очень плохая Википедия, потому что по факту показывает нам поисковый движок, который ссылается сам на себя и ищет информацию в интернете по факту. Больше он ничего не делает. Никак не обдумывает, не анализирует информацию, хотя и пытается подать ответ в самом готовом виде. Давайте для примера возьмем очень деликатный и в то же время принципиальный для ответа запроса посмотрим, как ведут себя при ответе на него продукты OpenAA и Google. Так, если вы спросите Google Bart и чат ГПТ, чей Крым, то чат ГПТ будет, конечно, крутиться как либеральный журналист на государственной зарплате. Он вам внятно так и не ответит, ссылаясь как раз на деликатность ответа в свете особой позиции Запада. Тогда как Google Bart, запросив массив данных из интернета, пояснит, что Крым на самом деле российский, но мировое сообщество это осуждает. Или другой пример, когда Google Bart решил рассказать ошарашенному пользователю этого самого Google Bart, что он закрылся два дня как. Эту информацию о самом себе как бы умный помощник от Google базировал на шуточном сообщении сайта Y-комбинатор. Да, это была шутка, но робот Google как раз и продемонстрировал, что не является искусственным интеллектом в полном смысле этого слова, а всего лишь представляет более-менее языковую модель. Он не распознал шутку. Что он сделал? Увидел самый популярный факт на самом популярном сайте, никак не распознал, что он носит вот тот самый шуточный характер, а по факту фейковый, и выдал его за настоящую информацию. Отсюда вывод, например, для журналистов. По крайней мере, от Google им угрозы не исходят, и увольнение не грозит, ибо даже у Google есть огромная беда с фактчекингом. Заявным лидерам Microsoft пока не очень удается угнаться другим корпорациям. Но в свете главных событий недели вот что хочется отметить. Заявление президента страны Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики о том, что сейчас у России и Китая, объединив силы, есть в общем-то возможность стать не только лидерами в обычном хай-теке, но и лидерами, в том числе в технологиях искусственного интеллекта, вызвало у некоторых настороженность и даже скепсис. Но ведь, собственно, провалы лидеров индустрии типа Google, которые казались нам незыблемыми, демонстрируют, что заявление лидеров России и Китайской Народной Республики не такая уж утопия или далекая перспектива. Никто сегодня не в силах предсказать, что будет в части развития нейросетей и искусственного интеллекта, например, через два года, даже через год? Кто станет у руля этих нейросетей? Кто будет рулить потоками информации? Кто первым сможет их по-настоящему глубоко анализировать, отсеивать фейки от реалий? Иными словами, кто, чьи разработки смогут качественно это делать? Совсем не факт, что это будут нынешние неприкасаемые гиганты высокотехнологичного сектора. Тут, как говорят в народе, будем наблюдать. Всего вам доброго. 142 года назад март для России принес печальное известие. Был убит император Александр II. Он в течение всей своей жизни планомерно проводил важные реформы, которые не раз сотрясали основы государства. За свою жизнь Александр II провел больше важных реформ, чем любой другой российский император до него. Именно он отменил крепостное право в России. Это решение навсегда вписало его имя в историю. Монарха прозвали освободителем. Александр II, к тому же, был тонким дипломатом. Он выиграл русско-турецкую войну. В эпоху его правления к Российской империи были присоединены обширные земли на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Благодаря влиянию Александра II в Японии появилась первая православная миссия. До этого Япония считалась крайне консервативной и закрытой страной. За свою жизнь реформатору пришлось пережить семь покушений. Последнее было для него смертельным. Террористами оказались народовольцы, которые искренне верили, что смерть императора приведет к революции. Однако смерть Александра II не стала толчком для мятежей, а послужила поводом для народной скорби. Цареубийц не поддержали даже либералы. Амир Ахтямов напомнит о событиях того времени, а также расскажет о приезде Александра II в Казань. Александр II – освободитель, император всероссийский, царь польский, великий князь финляндский из династии Романовых, проводивший широкомасштабные реформы. Одна из них – отмена крепостного права. Судьба этого императора – это во многом судьба России, игра на грани возможного и невозможного. Александр II всю свою жизнь поступал не так, как ему хотелось, но так, как того требовали обстоятельства родственники страна. Возможно ли такое, названного «освободителя царя» погубят тех, кто считал себя лучшими представителями народа? Материалы об Александре II хранятся и в отделе рукописей и редких книг в научной библиотеке Николая Лобачевского Казанского университета. Например, сотрудники предоставили нам стихотворение, которое называется «Царю-великомученику-бессмертному освободителю русских крестьян и славянских народов, христолюбивому всероссийскому государю императору Александру II». Данное стихотворение было выпущено в Санкт-Петербурге в 1883 году. Также о великом царе упоминается и в книге «300 лет царствования дома Романовых». Реформу Александра II называют великими. Отмена крепостного права, судебная реформа, реформа образования, земская реформа, а также военная реформа. При образовании затронули все сферы деятельности российского общества, сформировав экономико-политические контуры прореформенной России. Деятельность Александра II была во многом направлена на слом устоявшихся веками порядков, что привело к всплеску социальной активности с одной стороны, а также пробудило реакцию со стороны помещичьего класса. Став императором, Александр II посетил Казань в августе 1871 года, принимал делегации, производил смотр войск, также пожертвовал средства на приобретение здания для Мариинской женской гимназии, на содержание Родионовского института благородных девиц, а также крещеной татарской школы. Убийство российского императора Александра II произошло 13 марта 1881 года. Царь был смертельно ранен в результате нападения, осуществленного несколькими членами террористической организации «Народная воля» в Санкт-Петербурге на набережной Екатерининского канала с помощью самодельных метательных снарядов. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, КФУ. Итоги недели. «Весной все иначе. Небо голубее, люди добрее, дни длиннее, счастье ярче». Это утверждал Рене Декарт, французский философ, математик и естествоиспытатель, создатель аналитической геометрии, одна из ключевых фигур научной революции. Ученые точно знают, что весна — это пробуждение, становление всего нового. Желаем и вам быть всегда в таком весеннем настроении. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова